Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий. Звонили из рая. Сказали, что случилось так много всего, что нужно срочно делать выпуск АйБ. Но я, конечно, не отказался, поэтому давайте сразу к делу. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, изумрудный лайк. Пожалуйста, вжимайте и поехали. В Зените скандал Чистякова публично унизили. Зенит провалился с Ахматом, проиграл 1-2. А Сергей Ташуев, который никогда не пропускает день ног, взял и переиграл Сергея Симака. Вообще 100% Ахмат теперь. На пятом вроде бы месте в таблице. Это вообще шок-контент. Но самое крутое случилось после матча. Итак, Дмитрий Чистяков привез второй гол. Сначала на него публично нагнал Симак прямо на пресс-конференции. Типа, это 100% вина Чистякова. Хотя Симак очень редко кого-то гасит на публику. Я помню, когда за Ювентус он предъявлял регионерам в интервью Саше Дорскому спустя несколько месяцев. И это уже воспринималось типа, вау, нонсенс. А тут прямо после матча. Еще раз говорю, редкость. Потом Орлова говорит, а я вот слышал, что Чистяков может прийти в Ахмат. И потом гендиректор Зенита Медведев, да лучше бы Чистяков за Ахмата играл. И на следующий день Чистякова после мужского и архипринципиального серьезного разговора выводит из состава, что вообще случилось. Итак, есть две версии. Первая. Дмитрий Чистяков реально где-то жестко накосячил. Либо слабо отработал на сборах. Либо плохо тренировался. Либо выходил и не выполнял установку тренера. Либо вот, например, Симак его поправляет. Говорит, надо играть так. Тот такой, да, я так сыграю. Потом выходит и ошибается снова. И просто терпение уже все лопнуло. И, соответственно, его загасили. Потому что в прошлом сезоне он был в топ-3 по игровому времени. В этом сезоне он почти не играет. Симак не враг себе. Обычно у него играют лучшие. И это, еще раз говорю, очень подозрительно. Возможно, не хотят игровые качества Чистякова как-то задевать. То есть, типа, клуб его даже немножечко прикрывает. Но, все равно, в плане пиара это подано очень убого. Но, есть и вторая. Стыдная, мерзкая, гадкая версия. И, к сожалению, более вероятна. Известно, что Зенит хотел дома набрать 100% очков. Прекрасно известно, что Зенит мечтал о непобедимости. Настраивался. Вот, мы пройдем сезон без поражений. Как Арсенал, как Ювентус. Мы же топ-клуб. И, еще известно, что Алекс Миллер уже давно считает, что в РПЛ Зенит не способен проиграть аутсайдеру. Ну, просто не способен и все. Следовательно, когда есть какой-то внезапный луз, Миллер начинает подозревать. В свое время были предъявы к Смольникову. Типа, что-то ты здесь не добежал, единоборство провалил. А тут Чистяков просто на ровном месте не пошел на мяч. Где-то витал в облаках. Миллер, вероятно, настучал Медведеву по шапке. А Медведев пошел гасить Дмитрия Чистякова. Но с этой версией кое-что не вяжется. Минимальное игровое время в этом сезоне у Дмитрия Чистякова. И критика от Симака. Потому что я думаю, что Симак, если бы ему начал Медведев предъявлять, каким-нибудь образом ситуацию бы сгладил, если бы был на 100% уверен в Чистякове. Но! Если бы спросили меня, что делать после такого поражения? Выдохнуть. Забить вообще хер. Но нет этого нолика. Да и плевать на него. И я бы никого не выводил из состава. Я бы лишь оштрафовал тех, кто в конце матча, когда была очень такая перспективная атака, увидел какую-то мифическую руку и начал свои руки поднимать. Там, по-моему, человек-ка три просто остановился. Таким, да, судья, ставь пенальти. А рука была то ли за пределами штрафной, то ли неочевидная. Ну, просто так делать нельзя, если ты зарабатываешь реально миллионы евро. Нельзя останавливаться. И поэтому штраф был бы довольно существенный. По поводу Чистякова сейчас появляются новости, что есть источник в клубе, который говорит, что Чистякова подозревает в сдаче. Какие там деньги должны предложить, если у Чистякова в Питере миллион евро в год? Я без понятия. Все это как-то нелепо. И сейчас уже в Москве даже мои коллеги-журналисты такие, вспоминаем 12-й год, как развалился Зенит. Не повезло, что это все случилось поздновато. То есть уже будет матч торпеда, потом пауза. До марта как-нибудь, я думаю, разрулят. И Зенит свое золотишко не упустит. Ребятушки, морально готовимся к тому, что уже скоро будет чемпионат мира. А где мы будем ставить на чемпионат мира? Ну, конечно, у моих легальных партнеров из Пари. Тем более, Пари дает фрибет аж на 1000 рублей. Как его забрать? Кликаем по ссылке из закрепленного комментария. Проходим регистрацию, проходим верификацию. Все вместе занимает не больше пяти минут. Пополняем баланс. Получаем ту самую приятнейшую тысячу. Ставим ее куда-нибудь. Выигрываем. И чистый выигрыш живыми, настоящими деньгами приземлится прямо к вам на счет. Самое главное, кликнуть по ссылке из закрепленного комментария. Так вы еще и поможете моему каналу. Ну и скачивайте приложение Пари, ведь это лучшее приложение к спорту. Самые короткие обзоры, друзья, поехали. Почти все матчи я видел, какие не видел. Внимательно изучил хайлайты, статистику тоже почекал, впечатления почитал. Итак, Химки не по игре прибили Оренбург. Все, 15-ти матчевая серия завершилась. Причем нашлись такие легенды, которые вот. Именно с Оренбургом Химки должны победить. И счастье наступило. Но немало таких легенд, которые говорили, что Химки должны отобрать очки у Спартака, Химки нормально сыграют с Динамо. Ну вот так просто можно было каждый тур говорить. И рано или поздно Химки бы, наверное, выиграли. Камбэк Лантратова случился. Лантратов, по-моему, отыграл вполне себе достойно. Руденко, Руденко забил. Обычно Руденко вырывается просто на оперативный простор, как говорили 35 лет назад. Обрабатывает мяч и теряет его. Такой, нам не сфалили все дела. А тут у него просто не было времени на размышления. Жахнул гол, ну и красотища. Что у нас дальше? Личко, тренер Оренбурга, это мой новый Петержелло. Я просто восхищаюсь его замечательной речью. Он же после матча так и сказал. Пацаны приехали поиграть в футбольчик. Футбольчик, что-то знакомое. Футбольчик, мальчики походят на качков. Ну и последнее по этому матчу. Когда я увидел в телеге у Ромы Нагучева, что Сочевой говорит, когда я забью, у меня будет мега празднование, я осознал, что Сочевой, вероятно, не забьет, потому что это понты в духе кого? А Алексея Сапогова, ссылочку на выпуск про него прикрепляю в описании. Год назад вышел видос, вероятно, не протух. Спартак против Сочи 1-1. Это вообще не читалось, потому что непонятно, кто тренирует Сочи. У Сочи не было ноба. Сочи в кризисе явном. Но вместо матча случилась какая-то полнейшая овощебаза. Спартак забил, а потом снова забил уже на игру, пропустил. И такой, о, блин, надо снова включаться. Не включился. И Абаскаль очень грамотно с точки зрения психологии сказал, это, да, худший тайм Спартака. Вероятно, тайм не был прям уж худшим. Но когда у Спартака все хорошо, 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 позитивные результаты, и потом настолько какой-то равнодушный матч, чтобы встряхнуть команду, сказать, блин, пацаны, нужно срочно прибавлять, надо сказать, да, вот сейчас мы на дне, давайте от него отталкиваться. И, наверное, футболисты это прочувствуют и поймут, что, да, вот последний матч остался в этом цикле РПЛ, на него реально надо подсобраться, потому что можно уйти на паузу с замечательнейшим настроением. По поводу Сочи. Уже всплыли еще две кандидатуры. Кто-то в комментах предполагал Осенькина. Вот я на Сочи захочу Осенькина. Осенькина пока не отпускают из Самары совершенно. Ну, а Александр Киржаков уже тоже в лонглисте. Хотел бы я его видеть в Сочи? Ну, разумеется, да. Факел Краснодар 3-3, и это самый обидный для меня матч тура, потому что я нахожусь примерно в 60 километрах от Воронежа. Я за пару дней до игры написал пресс-атташе Факела. Говорю, вот я собираюсь со своей коллегой, со своей девушкой пойти на стадион. Нельзя ли нас пристроить в пресс-ложу, потому что билеты там довольно тяжело купить. Моментально пресс-атташе отреагировал, прислал все инструкции. Все вообще было предельно отзывчиво. Но, увы, логистика меня подвела. Так я и не попал на стадион Факела. И я мог увидеть вот своими глазами такой матч. Наверное, это самый обидный мной пропущенный матч, на который я вот прям вот уже был готов выходить. Но не срослось. По поводу Факела. Факел, вероятно, увидел, а Химки победили. Химки с нами сравнялись по очкам. Новая мотивация. И поэтому Факел выдал что-то на уровне вот того самого матча летнего. Еще с Динамо, когда они камбэкнули, проигрывая в два мяча. Здесь тоже повели. Потом пропустили три. И потом этот Ираклий. Ну, блин, какие он плюхи вообще выложил. Это, по-моему, лучшие голы тура. Я такие мячи просто обожаю. Но что я еще хотел бы подметить здесь. Во-первых, конечно же, Рамирос, красавчик, великолепно ударил пенальти. На самом деле, он действительно неплохо ударил пенальти. Ну, просто вот свинов взял. Но Сафонов снова ошибся. А это значит, что у него ошибки ходят парами. А дальше выезд в Оренбург. Следовательно, не забываем. Оренбург-Краснодар либо обе забьют, либо Оренбург забьет. Я не знаю, какой там будет коэффициент. Но, возможно, тоже сладенький. ЦСКА по Рене 0-1. Это самый странный для меня матч-тура. Я его вообще не понял. Вот у вас Спартак теряет очки. Вот у вас Лажа и Денит. Выходишь, обыгрываешь пари НН. Явно кризисный пари НН. Париж и Городцев, как писали у меня в Телеграме. И оказалось, что Рома Нагучев придумал этот неологизм. Но, неважно. Сам матч в исполнении ЦСКА это, знаете, как первая игра в новую ФИФУ. Вот ты вставил диск в каком-нибудь в 2005 году. И думаешь, а вот в этой ФИФЕ можно через центр пройти? Ммм, нельзя, да. Плотненькая ФИФА 0-6. А навешивать по диагонали можно, чтобы потом принимать мяч? Ммм, тоже сложновато. Блин, какая душная ФИФА. Так и здесь. Самый опасный момент у ЦСКА был при участии Энтони Заболотного. Это уже характерно, учитывая выступление Заболотного в этом сезоне. Паре НН реализовал стандартик, и все нормально у него. И в конце тоже мог даже второй забивать. Там какой-то крошечный, по-моему, был офсайт. Но по статистике реально ЦСКА был убог. Я еще раз пересмотрел хайлайты, прежде чем записывать этот обзор. И там, конечно, какие-то подходы были у ЦСКА. Но вы, увидев, что конкуренты теряют очки, вы должны просто нестись. Вы должны, ну как, горящие глаза, замечательный у нас оборот. Правда, достаточно мерзкий. Но тем не менее, вот, вы должны нестись. А ЦСКА такой, а, эти потеряли, значит, и нам тоже можно. Урал Локомотив 2-2. Это суперстандарты Урала против суперпассивности Локомотива. Во втором тайме я вообще в шоке. Локомотив вроде бы все уже избавился от немцев. Но как будто до сих пор играет по инерции на автопилоте. Типа, вот, у нас идет, у вратаря какие-то сейвы есть. Все будет нормально. Стандарты Урала это мы уже не выучили. К этому мы уже не подготовились. Мы предыдущие матчи Урала как будто даже не смотрели. Все катилось к закономерным 2-1. Потом Локомотив сравнял. И я помню, как мы весной угорали. Это было, кажется, 1 мая. Угорали над тем, как Спартак, которому уже ничего не светило в чемпионате России, обыгрывал крылья и там ванули, бежал к угловому флагу. Здесь Локомотив чуть ли не эмоциональнее. Праздновал ничейку на выезде с Уралом. А мы помним, как Урал начинал этот сезон. Короче, посмеяться над Локом не удалось. Но Локом завершает 16-й тур на очень депрессивном 14-м месте. Торпеда Крылья 0-2. Здесь даже нечего обсуждать, потому что Крылья совершенно заслуженно. При 4 тысячах зрителей в Лужниках победили Торпеда. Торпеда на один голик, наверное, наиграла. Но все равно было доминирование Крыльев. И было видно, что они, ну, прямо гораздо лучше играют. Вот так вот банальная выражность. До сих пор я уверен, что Талалаев зря пошел в Торпеду. Торпеда не может даже гол из себя извергнуть в чемпионате России. Просто вот тайм за таймом иногда создают моменты, но не идет мяч в сетку. А отрыв уже 6 очков. А это уже прилично. И Торпеда прям приплюснулась к последней строчке. Что я хотел еще сказать. Пеняев. Пеняев вообще сделал этот матч. Пеняев лучший игрок матча. Все понятно. Забил, отдал. Но меня смутило, что когда ему исполнилось 18 лет, ему вручили торт. Мы тебя любим, хоть ты и скорпион. Я надеюсь, что Сергей Пеняев в гороскопы все-таки не верит. Ростов-Динамо 2-1. Аномальная, даже немножко парадоксальная победа Ростова. Видимо, в Динамо посмотрели, ага, как играет Краснодар. Мы будем играть так же. Что мы будем делать? Мы будем подходить к штрафной. И метров с 20-22 лупить по воротам. У нас по-любому будут моменты. Они так и делали. Песяков грамотно занимал позицию. Один раз отбил даже удар, который не летел в створ совершенно. Просто было это видно. Но подстраховался Песяков. А во втором тайме Ростов тупо дождался и дважды прихлопнул Динамо. Причем Щетинин отпраздновал то ли в стиле Гризмана, то ли вот те, кто чаще меня смотрят европейские чемпионаты, они подскажут в стиле кого. Но все равно это было довольно зрелищно и так забавно в контексте чемпионата России. 2-0 повел Ростов. А потом Тюкавин, вышедший на 69-й минуте, вместо Смолова какую-то интригу все-таки оживил. И вот скажите мне, пожалуйста, болельщики Динамо, не пора ли Тюкавина делать главным нападающим Динамо? Потому что уже есть разговоры, что в Питере настроились, уже свои лапы тянут к Тюкавину. Пора сказать, парень, мы в тебя верим. С Федя будет у нас запасной опцией, ты будешь играть в основе, потому что ты молодой, потому что ты на годы нам нападающий. Давай развивайся, никакого зенита. Но я ни капельки не удивлюсь, если Костя уже зимой отправится в Петербург. Если вы считаете, что это смерть для его карьеры, пишите в комменты. Артем Дзюба остался без клуба. Уже можно стереть из памяти словосочетание Адана Демирспор. Я сильно сомневаюсь, что кто-то будет следить за ней из-за, например, Ярослава Ракицкого. Но очень много комментов. Мы увидели, чего Дзюба стоит на самом деле. Дзюба полностью провалился. Дзюба никому не нужен. Да я всегда говорил, что он жмур. Но мы заходим к Андрею Пономареву, а.к. Пону, в телеграм-канал, и он там пишет, если Дзюба такой трупешник, почему в России нет еще 20 или 30 нападающих, таких же дубин гигантских, которые бы положили там 200 голов. Почему только у Дзюбы есть какое-то бешеное по нашим меркам количество голов? Как это объяснить? Чем это объяснить? Что же такое произошло? Может быть, ему тупо повезло, но не могло же ему всегда вести, что ой, судьи не замечают, как он локтями играет, или он забивает пустые ворота. Давайте все-таки в РПЛ статистику Дзюбы капельку уважать. На мой взгляд, Дзюба облажался не совсем в этом клубе. Он облажался, когда он туда пошел. Потому что я вот еще в разговоре с Панком еще летом говорил, я думаю, что Дзюба все-таки до Турчаги не доедет. Потому что, как я это видел, Дзюба сгонял в Турцию на несколько переговоров. Понял, что переговоры мутные. Потому что мне вот рассказывали, что в Турции ты договоришься с клубом, тебе говорят, зарплата будет полтора ляма евро. Вообще без проблем. То есть даже сначала не торгуются. Потом ты приезжаешь подписывать контракт, там почему-то в лучшем случае 1,2 миллиона евро. Ты спрашиваешь, почему? Они тебе говорят, а у нас такая система выплат, мы там премиями что-нибудь пропишем, ты не парься вообще. И кто-то на это ведется. Потому что изначально он шел на полтора, ну и рассчитывал на 1,2, что клуб будет торговаться. Окей, кого-то это устраивает. Но я так понимаю, что Дзюба принципиальный, ему там еще и задерживали зарплату. Тоже типикал история для Турчаги. Короче, он туда съездил, в эту Адану, это оказалась какая-то дыра. Ему еще дали какой-то договор, что потом погасит перед ним долги. Следовательно, мега мутная вышла история. И она вышла такой, не только из-за Дзюбы, который, видимо, слишком себя поверил, у него нет уже давным-давно нормального агента. Его агент, это какой-то его кореш, он давал интервью в Спорт24, типа Артем вообще душевный, добрейший парень. Ну просто там был фестиваль же полизания. Ну вот, и вероятно, этот как раз-таки замечательный агент провалил переговоры. Соответственно, условия контракта выполнялись не полностью или вообще не выполнялись. И Дзюба там окончательно под скис. Ну естественно, уже глупо отрицать, что командировка в Турчагу вышла провальной. Скорее всего, зимой Артем будет пристраиваться в РПЛ, особенно если Геркус убедит всех остальных членов совета директоров Торпера, что Дзюба нужен этому тонущему клубу. Минутка благодарности. Друзья, совсем недавно я выложил выпуск Семи Инсайдов и в самом конце сказал, что-то у меня проблема с темпом набора подписчиков, что-то они медленно подписываются на мой канал. Пожалуйста, подписывайтесь, бейте в колокольчик. И плюс 150 человек для одного видоса, это прямо супер. Давайте продолжим этот замечательный тренд. Подписывайтесь на канал, лупите в колокольчик. И напоминаю, нужно набирать лайки. Лайков в последнее время маловато. 2000 я уже забыл, когда последний раз было, поэтому не стесняйтесь, нажимайте на кнопочку «Палец вверх». Поехали дальше. Шок-факты про Лео Слуцкого. Возможно, кто-то сейчас скажет, «О, опять пухлый, будет гасить Леонида Викторовича, сколько уже можно? Эта рубрика достала, это задолбало». Я проматываю. Нет, сегодня респект. Во-первых, Рубин в гостях на последних минутах одолел Динамо из Махачкалы. Это вообще ценнейшие три очка. Рубин сейчас в топ-4 ФНЛ. Следовательно, это уже зона стыков, промежуточно нормальный результат. Но второй респект гораздо важнее. Итак, я выяснил, что прошлой весной Леонид Слуцкий давал прогнозы для одного канала. На Ютубе, естественно. Причем эти прогнозы он давал дисциплинированно. И 21 мая Слуцкий вылетел с Рубином из РПЛ. Это вообще кошмар, катастрофа, жуть и депрессия. А 22 мая вышел его прогноз на финал Лиги Конференции. И там в комментах прямо писали «Леонид Викторович, держитесь, давайте, все у вас будет хорошо, не расстраивайтесь так сильно». Вполне возможно, Слуцкий записал этот прогноз еще до матча против Уфы. Но все равно это была мегастрессовая неделя, и он нашел время. Я как человек, который два года назад записывал эти прогнозы, вам скажу так. Если у меня было плохое настроение, или много дел, или вообще просто я был не в духе, элементарно что-то в принципе делать, хотелось полежать, я, к сожалению, вафлил эти прогнозы. Я их не отправлял. А Слуцкий, я сказал, что я пришлю прогноз. Я его пришлю вообще независимо от того, что у меня происходит на основной работе. За такой подход мои аплодисменты. Барахло, ваши цветочные вопросы. Мои, сами понимаете, какие ответы. Сразу к этим вопросам. Тебе не кажется, что Гончаренко тренер из фильма «Залечь на дно в брюге»? Цитату, наверное, вы помните. Говном-то и не был, но и до вершин не добрался. А вот автор вопроса посчитал, что эта цитата недостаточно затерта. По-моему, она уместна в отношении практически всех тренеров, у которых нет крутых титулов. По поводу Гончаренко. Тренер он явно такой прошаренный, явно мудрый в плане тактики, потому что вот он принял вызов. Был Урал, который тонул вообще. Все было ужасно. Пришел Гончаренко, пробил какие-то трансферы. Сейчас Урал крепчайший середняк. Никто его уже не назовет аутсайдером. Прямо вот мгновенно, практически, добыт приемлемый результат. ЦСКА совсем уж провальной работы у Гончаренко не назвать. Краснодар очень сильно не добирал очки, и многие ждали, особенно такие аналитики ПРП, что вот весной стрельнет Краснодар, но не судьба, и Гончаренко там уже не было. Я скажу так. В командах, где нет давления, Гончаренко себя чувствует очень комфортно. У него многое получается. Игроки его слушают, у него бешеный авторитет. ЦСКА Краснодар, это уже под вопросом, потому что есть какой-нибудь владелец очень требовательный, или есть какие-нибудь игроки недовольные, или есть, например, ассистенты, которые говорят, а давай вот это попробуем, а давай вот здесь как-нибудь иначе сыграем, и Гончаренко начинает злиться, начинает как-то экспериментировать, потом вообще все бросает, все пытается перезагрузить. Там, когда стресс возникает, Гончаренко уже не суперсилен. Ну и к тому же, вот от него ждут, что вот он в БАТе добывал эти титулы, в БАТе он играл в Лиге Чемпионов, ну, имею в виду с БАТе, с БАТе он обыгрывал Баварию, и, наверное, вот в Чемпионате России будет так же зажигать. Ну, а по-моему, для Чемпионата России Гончаренко стопудово тренер выше среднего. Нет каких-то важных титулов, ну, возможно, еще будут, потому что он же достаточно молодой. Ты упоминал юмор братьев Березуцких. Что в нем такого? Я не могу привести конкретные примеры, потому что это тайна. Но вот, например, анекдот, который обожают очень многие футболисты по типу братьев Березуцких. Конкретно за Алексея и Василия я сказать не могу, но это очень популярный в среде футболистов. Анекдот, он сейчас выведен на экран. В принципе, юмор Березуцких, он жесткий, он такой футбольно-интернатный, он бывает расистским, он бывает лукиским. То есть, внешность обсудить и осудить, это вообще, пожалуйста, какая-нибудь шмотка на человеке, мы ее захейтим, мы ее затроллим. Ну и сам Слуцкий, например, который много работал с Березуцкими, говорил, вот, например, если бы я на скромной машине приезжал на базу ЦСКА, ко мне подошли бы братья и сказали, тренер, пока вы будете вот на этом ведре гонять, золота у нас не будет по-любому. То есть, это футболисты с понтами, для них никаких вообще рамок нет, просто поверьте мне, и вот Акинфеев вырос в этой атмосфере, был закален, поэтому, как я уже говорил, если бы в девятом году он оказался в раздевалке МЮ, я не думаю, что кто-нибудь как-нибудь его бы удивил. От кого из известных людей было бы приятно получить респект? Я довольно долго думал над этим вопросом, потому что обычно мне, в принципе, пофиг, я ни от кого респектов не жду. Но если бы вдруг когда-нибудь я сделал что-нибудь, что похвалил бы или заметил Леонид Парфенов, на мой взгляд, лучший с запасом журналист страны, то, наверное, мне было бы мега приятно, я бы пару дней ходил вот так вот, светился бы как Карпин после победы над Марселем в 2010 году, как лампочка. Потому что Парфенов это мега уровень, и я думаю, что даже если на 10% от его худшего фильма у меня получится когда-нибудь что-нибудь записать, я уже буду очень счастлив. Кто из тренеров РПЛ, пожалуй, от груди больше всех. И сколько? Стопудово, если нет проблем со спиной, то Славиша Йоканович из Динамо без проблем бы, без разминки, я думаю, что с минимальной разминкой, окей, там, пустой гриф, 40, 60, 80, и потом сразу соточка, вообще вот хоть завтра. Если потренироваться, я думаю, 120-130, если потренироваться хотя бы, например, 3-4 месяца, то 150 тоже можно было бы с его габаритами, наверное, взять, учитывая, что он спортсмен. Кто еще мог бы пожать хотя бы сотку? Федотов, я думаю, что мог бы, подточили, наверное, мог бы, Талалаев, не знаю, в какой он форме, но опять же, потренироваться, и до сотки бы он явно дошел. Гогнев, думаю, туда же. Если я кого-то забыл, предполагайте в комментариях. Собирал ли ты наклейки по Нине? Два года назад я уже отвечал на этот вопрос, специально пересмотрел, там я как-то типа отрывисто ответил, да не, наклейки вообще не для меня, как будто я про фэнтези говорю. Фэнтези вот реально не для меня, а наклейки в четвертом году у меня конкретно не было денег. У меня был этот альбом с евро, у меня было пять наклейок, я их бережно наклеил куда-то даже, не в этот альбом, понимая, что я никогда не куплю все эти комплекты, я не смогу заполнить альбом, потому что у меня нет столько лаве. Прошло, значит, 12 лет с евро четвертого года, это уже был 16-й год, в ларьке покупаю альбом, покупаю пачку наклейок, и у меня были проблемы с тем, чтобы оторвать просто наклейку. Возможно, я такой криворукий, но я одну попробовал как-то подцепить, другую, понял, что ногтей у меня нет, надо было бы кому-то обращаться или какие-нибудь пинцеты покупать или что-то еще, плюс, вот я увидел, что я купил несколько пачек наклейок, и даже там были какие-то повторения, причем игроков, которых мне вообще у себя не хотелось видеть, каких-то игроков из сборной Албании, они должны быть редкими, по идее, то есть должны попадаться всякие рамусы там и так далее, звезды, а здесь просто какие-то албанские нубы, я думаю, нафиг вы мне нужны, то есть я купил пачку, планировал, что все, у меня есть деньги, я сейчас все вообще здесь заклею, но очень быстро угас энтузиазм, сейчас я подумал, что, наверное, мне бы хотелось пособирать наклейки, но, увы, во-первых, нет времени, во-вторых, мне раздражает вообще, какой главный минус альбомов по Нине, там не финальные заявки, то есть если бы я собрал альбом, и там были бы только те игроки, которые сыграют действительно на чемпионате мира, и я потом мог своему там сыну через много-много лет показать, вот, папа собирал, старался, и эти ребята реально играют на чемпионате мира, это было бы круто, а там просто какие-то предположения редакторов этого по Нине, не знаю вообще, какую найти здесь мотивацию, но, если среди моих подписчиков есть чудесные люди, которые там, например, обменивались этими стикерами, или заполнили несколько альбомов, пишите историю своего увлечения, потому что про это я готов читать, я готов отвечать, я готов восхищаться, это далеко не такая дрянь, как фэнтези. Твоя любимая и нелюбимая обязанность по дому? Любимая, к сожалению, мытье посуды. Меня Ульяна приучила, я вот за три года жизни с ней помыл посуду, например, в 10 раз больше, чем до этого за всю предыдущую жизнь. И какой-то классик говорил, если я начинаю считать себя гением, я иду мыть посуду. Обычно, какая она схема? Я прописываю АйБ, потом Ульяна мне говорит, так, я тебе поставлю все записывать, штатив и так далее, только когда ты помоешь посуду. Я скажу, так, я помою, но сразу после записи. Вот я записываюсь, я опустошен, я либо доволен записью, либо наоборот, я такой, блин, здесь можно было сказать лучше, здесь я тоже не подготовился, но в любом случае, я топаю мыть посуду, чтобы как-то успокоиться, как-то выдохнуть, это уже такой для меня ритуал. И я люблю, когда прям гора посуды, ты врубаешь наушники, и минут 15 стоишь и думаешь о своем. Единственный минус, я как настоящий поросенок мою посуду, возможно, я такой один, но у меня брызги во все стороны, и потом приходится тряпкой все это вытирать, вот это я ненавижу. Что еще ненавижу? Приходишь из спортзала, уставший, кардио сделал, тысячу калорий сжег, все, хочется просто плюхнуться на диван, раздеться и до свидания. И у меня есть сумка, к сожалению, у меня есть чертова сумка, там лежат вонючие вещи, их нужно вытаскивать, складывать в стиральную машину, чтобы они не воняли, чтобы вообще там все не сгнило. Мне обязательно нужен какой-нибудь умполум, чтобы я такой прихожу домой, бросаю сумку, и этот карлик, соответственно, открывает какое-то отделение и берет грязные вещи и мчится в ванну, а мне не приходилось бы этим заниматься. Пока что такого карлика, к сожалению, у меня нет, поэтому вот моя самая нелюбимая обязанность по дому, ваши любимые и нелюбимые, пишите в комменты. Три любимых класса в школе. Это вопрос от Нечая, он прям круто подсветил все у себя в Телеграм-канале. Мои три любимых класса. Во втором классе я вообще кайфовал, потому что в первом классе там что? Там тучки, там солнышки, там нет оценок, там ты не можешь стать отличником, там грамоты дают за какую-то туфту, там какой-нибудь гербарий собрал, вот тебе грамоты на школьной линейке, но это же какая-то дрень. Во втором классе у нас появились оценки, и я прям бился со всякими ботаничками, которые, ой, у меня по математике может быть четверка, я пойду исправлять. У меня во втором классе по-моему с запасом везде были пятерки, кроме как по физкультуре, но и там пришлось научиться прыгать на гребаной скакалке, чтобы тоже была пятерка, но и за несколько недель я все-таки научился и реально кайфовал того, что вот грамоты за учебу, я прям был самым настоящим таким типичным мерзким отличником, который был задрочен на этих вонючих оценках. Дальше. Седьмой класс, появилась физика, была уже более-менее интересная география и при этом все равно все было как-то лайтово. Вот мне было 13 лет и я все вообще прекрасно понимал, у меня там были четверки, но по предметам, которые мне было лениво учить, там какой-нибудь геометрии, но в целом я знал, что я часик посижу с учебником и я во все врублюсь. Седьмой класс, минимум ответственности, кайфовейший возраст. И еще девятый класс, потому что первый экзамен тоже какой-то челлендж, я на него повзрослел, я уже созрел, я уже ждал, когда будут эти экзамены, потому что хотелось прям вытянуть билеты, что-нибудь по нему ответить и опять же экзамены я сдал на пятерки, поэтому от девятого класса я тоже дичайше кайфовал. И еще у нас там был предмет типа краеведения. И иногда бывало такое, что мы после пятого урока вместо того, чтобы сидеть в душном классе, ехали куда-нибудь в центр Петербурга и нам там проводили экскурсии. Конечно же, мы ворчали, типа вот, переца, холод, погода, говно, но я сейчас понимаю, что многие знания о Петербурге у меня остались именно с тех времен, сколько бы я там ни ворчал. И назову три нелюбимых класса. Первый. Я не любил ходить в школу. Я всю жизнь никуда не ходил по утрам. Я не ходил в детский садик. И я не понимал, какого вообще хера я должен вставать в 7.50 и в 8.30 уже сидеть, зевать на уроке. Это вообще какой-то был для меня абсурд. Я был морально к этому совершенно не готов. Потом третий класс мне тоже не нравился, потому что мы только переехали с семьей в Питер. Я сменил две школы, там адаптация, все дела, новые какие-то программы. Мне все оказалось очень каким-то скучным, мрачным. Мне было настолько хорошо в Гатчине, что я вообще был в жесткой оппозиции к родителям. Я помню, меня переводили в английскую школу. Я дневник свой спрятал, чтобы, не дай бог, родители не нашли. Типа, без этого документы меня не переведут. К сожалению, схема не сработала. Ну и 10 класс, я вообще не знаю, зачем он нужен. Просто не понимаю. Видимо, чтобы школьники от безделья, у них нет ни ЕГЭ, ни какой-то ответственности, чтобы школьники от безделья пили Ягуар, Блейзер и так далее. У нас все именно так и проходило. Просто потерянный в жизни год. Ну и, естественно, ваши любимые классы и нелюбимые, куда пишем в комментарии. Друзья, сегодня сразу два привета. Первый летит кошке Плюшке, потому что ее автор сказал, если ты передашь привет моей кошке, я буду ставить лайки вообще всегда. А один гарантированный лайк, это уже что-то. Следовательно, привет кошке Плюшке. И привет в город Таганрог, который, разумеется, известен не только Сергеем Юрьевичем Беляковым. Привет в Таганрог, вы просили, я передаю. Друзья, всем хорошего восстановления. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, ставьте ваш ценнейший лайк. С вами был Павел Городницкий. Чао.